Как это делается? Впервые появившийся в 1968 году, Блэкберт стал самым быстрым самолетом за более чем 30-летнюю историю авиации. С его скоростью было очень просто уходить от ракет земля в воздух. Обычный самолет просто разгонялся и оставлял ракету позади себя. Но при создании этого неимоверно быстрого самолета возникла неожиданная проблема. Самолет так нагревается в воздухе, и в результате трения, что будь он сделан из обычного металла, то буквально растаял бы в воздухе. Решено было делать корпус из необычного металла, который никогда раньше не использовали для подобных целей. Из титана. С тех пор титан стал неотъемлемым элементом в авиакосмической промышленности. Создание таких гигантов, как А380 и Боинг-787, идет более 70 тонн титана. Конечно, у титана характеристики лучше, чем у привычных металлов, но в 15 раз дороже алюминия. Это объясняется тем, что добыча и очистка титана – очень сложный процесс, занимающий до 6 месяцев. Процесс начинается с извлечения титановой руды из минерального песка. Эти огромные машины, добывающие титан, взбалтывают песок в воде и закачивают звесь в так называемую мельницу для мокрого измельчения. Похоже на вымывание золота. Темные частицы титановой руды опускаются на дно. Затем эту руду очищают мельницы сухого измельчения, где электростатический сепаратор отделяет алюминитовую руду от других металлов. Максимальная доля титана в алюминиите или рутиле всего 60%, а чаще – меньше. Чтобы металл стал пригоден для авиакосмической промышленности, он должен пройти дорогостоящий и сложный процесс кролля. Здесь, в Эндерсоне, в штат Невады, специальная фирма «Тимет» ежегодно выпускает 20 тысяч тонн титановой продукции. Сначала титановую руду переводят в газообразное состояние. Для этого ее нагревают до 1000 градусов Цельсия и добавляют газообразный хлор. Образуется тетрахлорид титана. Остывший тетрахлорид конденсируется. Теперь нужно отделить титан от хлора. Это очень дорогостоящий этап. Так как для разделения титана и хлора требуется еще один дорогой металл – магний. Смесь тетрахлорида титана с магнием нагревает 800-900 градусов Цельсия в течение четырех дней. В результате реакции хлора с магнием выделяется титан. Потом горячий контейнер, заполненный титаном, помещают над другой печь. Здесь с помощью вакуума из контейнера полностью убирается хлорид магния. Итак, здесь остался чистый титан, но он пористый, словно губка. Теперь необходимо превратить эту губку в слитки. Сначала губку разбивают на части. Для этого нужно что-то тяжелое, дробящее. Получившиеся гранулы отправляются на конвейер и тестируются на дефекты. Часть забирают в лабораторию и проверяют при помощи химических веществ и компьютера. Если людей в белых ралатах устраивает качество гранул, можно делать титановые слитки. Сначала 150 килограмм гранул засыпают трубу пресса для порошков. Поршень оказывает давление в 6,5 тонн и сплющивает гранулы в компактные полукруглые блоки. Теперь их сваривают в круги и переплавляют в один слиток. Осталось придать этим блокам нужную форму. Для этого металл сначала размягчают. Блоки нагревают горни до немыслимой высокой температуры 1168 градусов, при которой титан становится ковкин. Эти раскаленные куски металла вынули из печи автоматическими клещами и положили под чудовищный механический пресс. Этот монстр медленно удар за ударом силой в тысячи тонн расплющивает металлические стяжки. И после этой многочасовой процедуры рождаются титановые пластины. После дальнейшего нагрева, резкой полировки, титановые пластины, наконец, готовы. Эти листы окажутся на авиационных заводах по всему миру. Из них сделают такие важные элементы, как реактивный двигатель, шасси и корпус самолета. Этот удивительный металл, когда его использовали при строительстве Блэкберда, совершил революцию в авиации. Никогда еще самолеты не были столь быстрыми, легкими, требующими так мало топлива. И вся эта удивительная технология...